Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Это 254-я, 5-я глава, 5-й, 6-й стих. Истинная обдовица и одинокая надеется на Бога. И пребывает в молениях и молитвах в день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. Вторая глава, 20-го по 22-й, страница 178. Ибо если, избегнув скверну мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад, отведанной им Святой Заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пёд возвращается на свою плеводину, и, вымытая с меня, идёт валяться вблизи. Четвёртая царь, страница 398 Верхового Завета, 4-я глава, 32-го по 37-й стих. И вошёл Елисей в дом, и вот ребёнок, умерший, лежит на постели его. И вошёл, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся, и лёг над ребёнком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и просёкся на нём, и согрелось тело ребёнка. И встал, и прошёл по горнице, сзад и вперёд, потом опять поднялся и просёкся на нём, и чихнул ребёнок раз всем, и открыл ребёнок в глазах твоих, и позвал он Едия, и сказал, «Позови эту сынометянку». И тот позвал её. Она пришла к нему, и он сказал, «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Аминь. Марка. Евангелие от Марка. Бога Завет. Страница 60, 16, глава 9. Воскрес, но прана, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь деток. Аминь. Первый день недели – это воскресенье. Иисус Христос закрыл первый день недели. И он явился сперва Марии Магдалине. Она была измельцем. Иисус Христос. Вон тут не был изгнал «Семь деток». Страница 235-я. Иисус Христос. Вторая глава, пятый стиль. Иисус Христос. Иисус Христос. Вторая глава, пятый стиль. «На мертвых по преступлениям оживотворился Христом благодатью выспасенной. Я благодатью выспасена. Аминь. Принятостью. Принятостью. Песню-малитву, которая называется «Статка любви». А мертвых по делам. Принятостью. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь. Иоанна Богослова, 22 глава, последняя глава, 11 стих. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Иоанна Богослова, 22 глава, последняя глава, последняя глава, 11 стих, страница 291. Не увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Позвание к Филиппийскому, страница 242, 3 глава, 15-11 стих. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения Мерсу. Моя цель познавать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения Мерсу. Аминь. Послание Филиппийса. Прочитали. Прочитали. Теперь 1 Иоанна, страница 180, 1 глава, 7-10 стих. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его живым, и Слово Его нет в нас. Иисус Христа Послание к евреям, храница 266, евреям 6 глава, 1 по 13 стих. Послание к евреям, храница 266, евреям 6 глава, 1 по 13 стих. Послание к евреям, храница 266, евреям 6 глава, 1 по 13 стих. Учение о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о судьи вечных. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды засвященных, искусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и искусивших благого благула Божия и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, входящая на нее дождь и прозвращающая зла, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчицы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите их в спасении, а по тем, говорим-то, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и тропинные, которому вы оказали во имя Его, послужив и служат в Сыне. Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности и надежды, оказывал такую же ревность до конца. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обитованием. Аминь. Послание к христианам, страница 235-я, 2-я глава, 8-й, 9-й стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сию не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Послание к филиппинцам, страница 241-я, 2-я глава, 12-й стих. Итак. Итак. Возлюбленные мои, которые всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страховым и трепетом совершайте свое спасение. Аминь. Впишу к филиппинцам. Впишу к филиппинцам. Впишу к филиппинцам. Впишу к филиппинцам. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Евреям, страница 267, 7 глава, 19 по 28. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сию было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы. А сей клятвы, потому что о нем сказано, клялся Господь, не раскается. Ты священник вовек, по чину Мелхипедека. То лучшего завета поручителям заделался и Иисус. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив. Чтобы ходатайцевать за них. Таков и должен быть у нас, первосвященник, святой, непричастный в голову, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как все первосвященники, приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово «клятвенное» после закона поставило сына на веке совершенного. Аминь. Сейчас так холодно, сейчас включу колоречек. Субтитры создал lógику. Так. Аминь. 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 Евреям 9 глава 11 по 14 и конец 269. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя в большую и совершеннейшую скинье, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не в кровью козлов и тельцов. Но со своей кровью однажды вошел во святелище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и петел телицы через окропления освещает со сверненных, дабы чисто было тело, Такой не пачек рук Христа, который Духом Святым принес тебя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. Аминь. Солом, конец 634, глава 137, первый сарусский. Давиде, славлю тебя всем сердцем моим, пред богами твоим тебе, поклоняюсь и святым храмам твоим, и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Аминь. Иоанна, конец 100, Евангелие от Иоанна, первая глава, начало 14 стих. И Слово стало плотием и обитало с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. 17 стих. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в небре куче, Он явил. 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 Спасибо. 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 Аминь. Второй корейфином страница 223 6 глава 9 по 10 стих. 8 по 10 стих. 9. 18. 18. 20. 22. 22. 23. 26. 26. 25. 26. 26. 26. 27. 28. 29. 27. 28. 31. 22. 23. 24. 30. И благословил их Бог, и сказал им Бог, Владитесь и размножайте, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Аминь. Но не над человеком. Бог сказал, чтобы люди плодились и размножались, наполняли землю, и обладали ею, и владычествовали над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Но не над человеком. Аминь. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Вот, избравший Иерусалим, не головня ли ты, не головня ли, не головня ли он, испёрнутая из огня? Иерусалим, не головня ли ты, 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 не А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вино твое и облекал у тебя в одежде торжественной. И сказал, возложите на голову его чистый кедар. Возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу. Так говорит Господь Савалов. Если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе спадить между сими стоящими здесь. Выслушай же Иисус и Ирии великих. Ты, собратья твои, сидящие перед тобою, но уже знаменательные, вот, я привожу раба моего, отрасли. Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне все мочи. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Савалов, и изглажу грех Дюлифтии в один день. В тот день, говорит Господь Савалов, будете друг друга приглашать в пеноград и подсвободниче. Аминь. Берите и... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Аминь! Добро пожаловать на наш канал! Аминь! Добро пожаловать на наш канал! 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 «По всему прошу вас не унывать, при моих враге вас скорбят, который суть ваших славы». И с 18 по 21 стих. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли подстегнуть со всеми степенем, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь предосходящее разумение у любого Христова, дабы вам исполнить со всей полнотой Божией, а тому, что действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим и о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Стоять. 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 Игорь Негода 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 Игорь Негода